Всем привет! Меня зовут Алена. Вы на канале Козеларта. И сегодня я буду рисовать корги. Это будет первая часть, в которой я буду показывать построение. Для рисунка мне понадобится несколько квадратов по 4 сантиметра с каждой стороны. По горизонтали их будет 4 квадрата. Вверх их будет 2. Один квадрат будет тело, второй квадрат будет голова. Но изначально я нарисовала 2 линии так, чтобы у меня вместился этот рисунок. И вниз я нарисую еще пол квадратика по 2 сантиметра. Это будут лапки. Лапки у него достаточно короткие. То есть, если вы рисуете без линейки, то получается от тела это половина. Половина тела это лапки. И дорисовываю линии вертикальные, чтобы мне было удобнее рисовать эти самые лапки. Лапки у него, правда, маленькие. Там совсем-совсем малюсенькие. Он, можно сказать, похож на таксу. У таксу тоже такие короткие лапки. Только это какой-то пушистый такс. Теперь верхний квадрат мне нужно разделить на пополам. То есть, пополам по вертикали и пополам по горизонтали. Это нужно для того, чтобы более точно нарисовать мордочку. Так сказать, дополнительные линии не помешают. Все. Линейку откладываю в сторону. Теперь я буду рисовать само тело корги. Начну я с шеи. Вот с этой точки. Соединю сначала две эти точки. Такой линии. Знаете, она не прямая, но и не сильно выгнутая. Продолжаю линию дальше на один квадратик. Теперь рисую попу. Ее надо нарисовать более округлой. Она у меня получилась немножечко такая, ну, как бы заплюснутая. Но ее нужно нарисовать более округлой. Она у него такая кругленькая филейная часть прикольная. Самая сладкая булочка, да? Как говорят. Теперь ставлю здесь точку. Провожу линию. Ставлю вот здесь точку и соединяю. Это будет грудь. Грудь собачки. Вот. Почему стала рисовать тело сначала? Потому что мне так удобнее. Именно рисование по клеткам, оно вот в этом и заключается. То есть, откуда вам удобнее, оттуда и рисуете. Теперь рисую пузико. Продолжаю грудную клетку. Пузико. И вот здесь будет лапка. А лапку сейчас, в данный момент, я прорисую, ну, так, больше схематично. Потом я ее буду немножечко подправлять. Потому что потом, когда рисунок будет уже почти готов, будет проще сориентироваться и посмотреть, что не так. Ну, чисто визуально. Не то, чтобы я ее прям потом совсем-совсем буду переделывать, но она потерпит некоторые изменения. Лапку, кстати говоря, рисую вот таким образом. Типа треугольника, только немножечко смещенным вправо. Вот такая вот лапка получилась. Где-то посередине она будет, примерно, квадратика, чтобы вам сориентироваться. Также нарисую переднюю. Отмеряю середину квадрата. Начинаю вот отсюда. Рисую вот такую линию. Сначала чуть выше нарисовала, а потом такая, блин, надо чуть ниже нарисовать. И ниже нарисовала. И опять же вот этот треугольничек маленький. И продолжаю лапку. Подглядела этот способ рисования лапы с помощью треугольника. Очень удобно. Очень удобно. Прикольно. Теперь нарисую доп. линии вот от этой точки вниз. У него тут складки будут. И там будут самые темные части, когда я буду делать шерсть. Во второй части увидите, зачем я делала. Ну и все. Теперь можно приступать к прорисовке головы. Начну с уха, так как оно самое левое. И самое простое, то, что можно нарисовать. Отмеряю здесь середину. Еще серединку. Серединку нижнего отрезка. Соединяю линии. Это будет череп. Черепная коробка собачки. Ставлю точку чуть ниже середины вот этой полоски. И провожу линию мордочки. Ухо рисую вот таким образом. Ну и дальняя тоже там примерно видно чуть-чуть. А саму вот эту верхушку я постоянно буду редактировать, так как не ощущаю пока в данный момент какой-то гармонии. И начинаю прорисовывать мордочку. Носик вниз линию провожу. Теперь середину этого маленького квадратика. И провожу линию верхней губы, верхней челюсти. Здесь завожу немножко за линию середины. И прорисовываю нижнюю челюсть. И соединяю вот этот вот рот. Ну вот этот вот рот с нижней челюсти соединяю. Хотела сказать вот эту вот часть, где пасть открыта. Вот с нижней челюсти соединяю. Здесь будет черная такая фигня какая-то у них, слизистая что ли. Далее рисую клыки, зубки. Их тоже там видно. И поверх зубок, поверх зубов рисую язык. Он там у него достаточно много места занимает, поэтому... Ну и по желанию его можно нарисовать, чтобы он свисал. Можно нарисовать так, чтобы он просто во рту лежал. И носик дорисовываю. Нос, конечно, не такой острый. Я его редактирую. Добавляю ноздри. Глаз будет вот здесь, ровно посередине. Рисую такую линию вверх, далее вперед. Такой треугольничек. И дорисовываю там внутри глазик. Вот. И такой вот глаз получился сразу, да? То есть рисую треугольник, внутри треугольника окружность и все. Дорабатываю саму мордочку. Над глазом там же бровь. То есть там должна быть вот такая вот, как бы более-менее, ну, такая, как она называется, угол, короче, там должен быть. Почему, не оставляв в покое мордочку, мне не нравится, как выглядит лоб собаки и что-то с ухом. Но до меня пока не доходит, что ухо у меня очень треугольное. И там, ну, как бы раковина ушная должна быть такая более округлая. Вот я рисую несколько раз так, так. И потом доходит, я, короче, дорисовываю и убираю вот эту лишнюю линию, которую я нарисовала. Вот, это все вырезать не буду. Хочу, чтобы вы видели, что это не все так идеально, как выглядит со стороны, ну, прорисовывается, да? Многие ребята, ютуберы, они очень часто убирают вот эти вот, ну, вырезают вот эти части и не показывают, что у них что-то, что не так. А я все-таки хочу, чтобы вы видели, чтобы, ну, и как бы, может быть, даже сами, когда рисовали, не увидели этого, а потом посмотрели на мою ошибку и поняли, в чем, в чем ошибка. Ну, вот, собственно, пёсель-то готов. Осталось только, ну, конечно же, попу округлить. Лапки дорисовать надо. Лапки, это, как это называется, подушечки. Еще меня не оставляет в покое спина, я ее немножечко дорабатываю, рисую, чтобы она была более такая, ну, как бы, массивная, да? Потом, сейчас мне не нравится, что у него очень-очень большая грудная клетка, я ее решила чуть-чуть убавить. И так мне нравится больше, потому что она очень массивная грудная клетка была, мне кажется, собачка бы и не смогла бы бегать с такой, грудной клеткой. Ну, и вот рисую лапки. Треугольник очень помогает нарисовать лапки правильно, поэтому, ну, рекомендую использовать. Просто рисуете треугольник, смещенный, как бы, в одну сторону, то есть вправо, например, да, как сейчас у меня. И рисуете вот такую лапку, то есть дорисовываете просто пальчики и все. Ну, и со второй то же самое. Ну, кстати, дальнюю лапку тоже надо нарисовать, потому что там есть. И здесь такая же ерунда. То есть просто дорисовываете пальчик, потом еще один пальчик. Ну, и так как лапа, она немножечко вывернута, там дальний пальчик тоже видно. Ну, и дальнюю лапку так же. Хоп-хоп, и все, готово. Лапки, в общем, малюсенькие такие, я прям не могу. Здесь я немножечко дорабатываю и на будущее делаю, как бы, такие, как это сказать-то, линии, чтобы рисовать шерсть. То есть вот эти вот все линии, которые на собаке внутри, то, что не связано с прорисовкой именно, там, тела, да, головы, и это все уходит на штриховку шерсти. То есть это все я, как бы, на будущее добавляю вот эти линии и делаю, как бы, такие, ну, ключевые точки, да. Вот такая вот собачка у меня получилась Корги. Обязательно пишите в комментариях, понравился вам или нет ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рисуйте вместе со мной, скидывайте мне ваши рисунки в личку, в любые соцсети, ссылки в описании. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok